Там мы обнаружили первую находку, первую шкуру с собакой нашей. Потом пошли дальше уже, возвращаться домой и посмотрели здесь, где мы стоим с правой стороны. Тоже очень много собак. Находкой Наталья называют свою собаку Клёпу. Животное 6 лет прожило семьей Ермаковых. С месяца назад домашняя любимица убежала гулять. Больше питомца никто не видел. Только через месяц семейная пара случайно нашла свою собаку, задушенной и среди других мертвых животных. Туши нескольких четвероногих были разложены на собачьих шкурах. Девушка до сих пор не может рассказывать эту историю без слез. Страшно было, конечно, увидеть еще и в придачу столько животных. Оказалось, в последнее время в поселке Угловом домашние собаки пропадали буквально у каждого встречного. Не только у меня. Получается, собака гуляла вместе с этим. Ну, еще с соседом. Сучка. Ну, загуляла. И все, и вдвоем пропали сразу. Потом нашли вон там. Ну, соседи пропали, да, нашли. Они говорили, что собаки. А? Живых? Ну, нашли, да. Живых? Нет. Ну, говорят, что застреленные. Гильзы рядом водоли. Они же милицию вызывали. А эта женщина о мучительной смерти своего питомца узнала уже во время нашего приезда. Ее собаку Ермакова нашли мертвой возле той же разрушенной бани. О шокирующей находке семейная пара рассказала полиция. Но реакция участкового Ермаковых, мягко говоря, поразила. Андрей вызвал милицию, полицию. Они говорят, ну, это законом не запрещено собак убивать. Жители села в недоумении. Кому понадобились их домашние любимцы, не знает никто. Докхантеры животных просто убивают. А здесь туши пропадают, а остаются только шкуры. Следующая версия собак разделывают, чтобы съесть. Ведь подобный случай месяц назад произошел в находке. Наркоманы отлавливали и разделывали собак. За небольшую плату туши животных сдавали в местный корейский ресторан. Обезглавленных собак в багажнике автомобиля находили и в Уссурийске. В ходе осмотра полицейские обнаружили останки собак различных пород. В настоящее время сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к происшествию. Участковые и уполномоченные полиции проверяют заведения общепита, в которых готовят блюда восточной кухни. Если в угловом корейская диаспора, для которой могли наладить производство, местные жители не знают. Зато понимают одно – на улице Сахалинска иногда играют дети. И если подобное зрелище шокировало взрослых людей, то ребенку увиденное может нанести серьезную психологическую травму. Особенно, если среди трупов он узнает своего любимца. Развалины на месте бани стоят уже более 10 лет. А вот сама улица Сахалинская еще несколько лет назад была достаточно оживленной. Но два года назад здесь снесли дома, и сейчас вместо них остались одни обломки. Люди отсюда потихоньку уезжают в новые дома. А вот в старой бане и во враге становится все больше постояльцев. К слову, вместе с мертвыми собаками можно разглядеть и останки коз. Инна Щедрова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.